Ребята, и снова всем привет! В этом видео мы хотели бы вам показать как выйти из ситуации если у вас временно отсутствует подключение воды на стиральную машинку но вы машинку уже приобрели и хочется вещи постирать но вы это сделать не можете так как у вас по сантехнике еще нет подключения воды к стиральной машинке то есть нет подачи воды а стирать то нужно, ребята как же без стирки обойтись это все временная ситуация но на будущее вы должны обязательно сделать подачу воды сейчас просто вам покажем у нас машинка вот индезит сейчас на таком примере вам все продемонстрируем как это все делается загружаем машинку значит еще какой момент подачи воды нет представляем ситуацию и некуда всунуть шланг в канализацию то есть чтобы слив воды был значит смотрите в машинке в общем когда вы покупаете машинку шланг этот отдельно продается или нет? нет он в комплекте он идет в комплекте вот этот значит на шланге есть еще держатель есть специальный держатель который можно применить одев его на раковину допустим если вы на кухне установлена машинка либо цепляем на раковину либо если в ванной комнате цепляем возможно тебе на ванну зацепить либо на раковину в ванной комнате если этот держатель нормально подходит то все отлично если держатель не подходит то нужно что-то сконструировать по типу с проволоки как-то нацепить но опять же имейте ввиду когда вода сливается вы должны присутствовать чтобы шланг этот не оторвало и вы не залили соседей если вы проживаете в многоэтажном доме поэтому имейте ввиду значит сейчас ситуация у нас какая нет подачи воды и нет канализации но канализация у нас будет подключена у нас все уже подключено мы сейчас по канализации выполнили шлангу надеваем на раковину либо на мойку фиксируем его и делаем слив воды канализацию а вот насчет подачи сейчас посмотрим и так вещи загружены машинка включилась видите вот он индикатор берем вот такой вот бутылек с водой с горловины чтобы удобно было заливать включаем стиралку на нужный вам режим слушаем видите машинка издает сейчас такой звук это означает что вода не поступает то есть сейчас работает я так полагаю насос но вода не поступает открываем лоток для засыпки порошка берем бутыль и начинаем вливать в среднюю да вливаем или без разницы без разницы и ребята ждем тот момент до тех пор пока этот звук пропадет который вы сейчас слышите заливаем водичку и этот звук сейчас уйдет все да все нет да еще гудит заливаем вот видите ребят хватит оно перестает то есть она запустилась но не хватает воды значит еще заливаем видите сколько ты сюда залила 7 литров воды да залила еще залей слушаем теперь опять чтобы этого звука не было слышите барабан вращается все отлично значит пока машинке все нравится но мы сейчас еще воды ливанем то есть 7 литров мы уже влили она уже работает нормально о опять опять этот звук пошел то есть воды мало барабан остановился доливаем еще еще доливаем воду опять барабан видите запустился и ждем ждем ее реакцию пока что барабан крутится все окей и этого звука нет что ты скажешь ну получается литров 9 точно в зависимости от 10 литров заливать и все правильно 9 литров в зависимости сколько у тебя белья да какой объем белья и т.д. ну в общем мы сейчас залили ребят смотрите полную баклажку вот эту 7 литров и вот здесь это так точно такая же баклажка где-то литра полтора два мы залили то есть 7 плюс 2 грубо говоря 9 литров все барабан запустился воды достаточно все стираем дальше да как будет происходить дела дальше получается когда машинка постирает она отожмет воду и вам нужно будет еще потом залить приблизительно 10 литров нет даже не 10 наверное литров 12 для полоскания то есть схема одна и та же да только на полоскание чуть больше идет воды чем на стирку да то есть схема одна и та же значит когда белье простирается машинка выдаст воду обратно то есть канализацию воды там не останется дальше будет у нас режим полоскания ну по идее да полоскание будет на полоскание наливаем больше воды как определить больше почему больше именно потому что на стирку всегда идет меньше на стирку идет меньше на полоскание больше больше а если допустим а если допустим ты нальешь вот эти 9 литров воды какие-то наливала в первый раз Что будет? Не выполоскается белье? Во-первых, не выполоскается, во-вторых, машинка будет требовать воду. А, машинка будет требовать воду. То есть машинка будет требовать воду, но больше. И она потом просто может отключиться в режим ожидания, когда вода пойдет. Ага, понятно. Значит, получается, делаем вывод. На стирку мы наливаем 9 литров воды. В общем, ребят, 9-10 литров воды льете. Да, в зависимости от количества белья. А на полоскание наливаем? Почти. Ну вот, если брать, 2 баклажки у меня на полоскание вот этого. То есть 14 литров воды уходит на полоскание. То есть 2 таких баклажки. В принципе, вот такой вот, ребят, лайфхак. Надеюсь, все понятно, доступно объяснили. Вы этот звук услышите. Вы этот звук по-любому услышите. Но, смотрите, если вы только-только купили машинку, конечно же, обязательно ее нужно выставить по уровню. То есть здесь есть ножки специальные, которые регулируемые. А также, ребят, не забудьте сзади машинки открутить транспортировочные болты. Мы на эту тему в следующий раз снимем видео. То есть первая покупка машинки, первый, как ее подключить и так далее. Поэтому имейте в виду, этот видос будет на канале. Но сейчас я просто вам наперед дал рекомендацию. Почему? Потому что люди разные, понимаете. Вы, может, только купили, только ее с упаковки сняли. И сейчас пробуйте постирать, запустить ее. И смотрите этот видос. Поэтому сзади снимаем транспортировочные болты с барабана. Там вы увидите. Вот они, кстати. Жена их нашла. Вот так вот выглядят транспортировочные болты. Их раз, два. То у меня четыре штуки. Возможно, у вас будет больше. Болты снимаем. И дальше выставляем машинку по уровню. Я уже, наверное, в этом видео вам все расскажу. Вот, по уровню выставляем машинку. То есть смотрим, что к чему как. И после уже делаем запуск. Теперь, еще один важный момент. Конечно же, ребят, если у вас нет подключения коммуникации к машинке, конечно же, вы вызывайте слесаря. Пусть сантехника, пусть он вам делает подводку к машине. Вот у нас, смотрите, вот она вода. Вот он, перекрывающий кран на воду. Это подача воды в стиральную машинку. Сейчас у нас кран перекрыт. Для чего? Потому что мы вам снимаем сейчас видео. Показываем, как с бутыля стирать. Вот. И, соответственно, подвод канализации. Чтоб вам сантехник сделал канализацию. Если канализации сейчас нет, еще раз повторюсь. Либо цепляем на раковину, на мойку. На мойку. Либо на раковину ванной, либо в ванну шланг закидываем. Но, опять же, вы должны присутствовать всегда. При этом, для чего, когда вода будет сливаться, чтобы шланг этот не вылетел на пол и вы не залили соседей снизу. Обязательно на это внимание обращайте. Что касается вот этого лайфхака, ребят, поверьте, мы уже не раз так стираем этой машинкой. Почему? Потому что мы один раз купили квартиру. Когда переезжали, у нас не было никаких коммуникаций. Мы ее так подключили. Ну, как вы только что видели, заливку воды делали. Все нормально, машинка работает. Прожили в той квартире два года. Дальше купили другую квартиру, ту продали. Сейчас вот купили двухкомнатную квартиру. Если вы не подписаны на канал, то посмотрите, мы сейчас делаем ремонт. Соответственно, изначально коммуникации не было, но стирать нужно было. Мы таким же способом заливали в машинку воду. Она свое дело выполняла. Жена приловчилась к этой машинке. То есть, она понимает, сколько она хочет скушать воды. Она все по звуку уже определяет. И вы определите, там ничего сложного нет. Ну и все. Сейчас, конечно, мы уже все коммуникации подвели. Вот такой вот кран перекрывающий для подачи воды на машинку. Посмотрите, у нас есть видео. Рекомендацию, если что, оставлю. Дальше. Канализация. Ну, в принципе, все подводки есть. Осталось только сделать на кухне ремонт. И нормально, чтобы все было. Ну, а так, в принципе, машинкой пользоваться уже можно. Она подключена. Подача воды есть. Все отлично. Все. Ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Пока.